Ты хочешь быть полицейским? А почему полицейским? Потому что мне нравится синий цвет. Артём, как и все мальчишки, любит бегать, играть в машинки, пинать мяч и ещё хочет стать настоящим полицейским. И не только потому, что его любимый цвет синий, но и потому, что хочет ловить преступников. А для этого ему нужно быть сильным и выносливым. Мечта Артёма может осуществиться, но только после прохождения длительного лечения. Взялись уже больше двух лет было, потому что тут у нас ничего не видели. Ну, всё равно. Пока ещё, видимо, ножка не остановилась. Он просто запинался, но бегал, в принципе, неплохо. Поэтому проблем особо не видели. Потом попали к другому врачу и нас отправили на Владивосток. А там сразу положили. Злости на врачей, которые не увидели у ребёнка отклонений, у Нины Александровны уже нет. Хотя молодая мама сразу заметила, что у сына с ножками что-то не так. Ребёнок никак не мог разогнуть стопу. Маша бросок по неврологам и ортопедам результата не дал. Врачи чесали затылки и успокаивали встревоженную мать. Врождённую двустороннюю косолапость второй степени Артёму поставили лишь в два года. И даже после этого лечения нельзя было назвать успешным. Гипсовались мы в центре охраны материнства лежали. А догипсовались уже здесь у нас, потому что повязок было несколько. Ну, потом нас отправили на массаж, когда закончили гипсование. А оказывается, нужна была операция. Ну, не операция там, небольшая как-то, ахилотомия. Вот она мы и не сделали. То есть, да, массаж вообще рецидив вызвал. Бывает, дети дразнят мальчика. Он защищается, ввязывается в потасовке. А потом идёт к маме и спрашивает, почему он не такой, как все остальные дети. Тёма может стоять только на внешней стороне стоп. Ему больно ходить и бегать. Поэтому играет он, по большей части сидя. 27 июля мальчику исполнится 6 лет. Через год в школу. Помочь ему могут ярославские врачи. Они предложили сделать операцию по переносу сухожилия большой берцовой мышцы на третью клиновидную кость. В Приморье таких не делают. После прохождения вмешательства Артём может жить полноценной жизнью. Проблема в деньгах. Операция дорогостоящая, а у семьи на неё нет собственных средств. Мама Артёма продавец, папа врач скорой помощи. Есть ещё старшая дочь, 16 лет. Время не ждёт, Тёме всё труднее ходить. Чтобы помочь ребёнку, необходимо собрать около 280 тысяч рублей. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда Артём сможет, наконец, сыграть с ребятами в футбол и стать полицейским. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим трампунт медицинского центра «САНОС». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова